Вчера, 22 июня, 22 года, в 22 часа, но 12 минут, эх, поторопились чутка, в нижнем городе трудовой доблести Тагилия, на перекрестке Красноармейская Карла Маркса, как и 81 год назад, в бою сошлись русские и немцы. За наших выступала четырка, за Германию черный мерин, а именно Mercedes-Benz C200, 2007 года выпуска. Вообще, конечно, это большое искушение судьбы ездить на C200, да еще если число 200 в госномере. Это типа как груз 200, но нет, в этот раз обошлось без погибших. Декорация такая. Путинград. Завершался день памяти и скорби. Образно говоря, вечерело. По Красноармейской катилась четырка, пилотируемая молодой дамой. На перекресток с Карла Маркса русский болид заехал на железобетонный зеленый. В это самое время, в ортогональном направлении, двигался черный мерин с 25-летним рулевым на борту. По кадрам с камеры наблюдения видно, что немцу уже загорелся красный, но пилот, видимо, на авось решил проскочить. И в итоге получился русско-немецкий Блицкрик. Русский подорожник ввалил германскому носом в правый борт, оба болида синхронно и даже как-то красиво закружились и понеслись через тротуар на газон. Пешеходы на их пути не встретились. Пешеходам повезло. Но зато на пути болидом встретились жесткие железные палки. Четырка, как видно, срубила знак свыше зебра, что на вражеском наречии значит настенный светильник. Ну а 200-й мерин с 200-м номером срубил под корень столб со светофором и еще одним знаком свыше зебра. Человечек, на котором перевернулся и стал похож на австралийца. Замес случился на глазах почтенной и немного изумленной публики. Потому к битым болидам сразу же подбежал народ. Вот Мириновуда вытащили и унесли на сыру траву, где, собственно, и бросили. И поначалу даже показалось, что два числа 200 в Черном Мерсе сделали свое черное дело. Но нет. 25-летний парень, крепкий тагильчанин, выжил. Да не просто выжил, а вот прям уцелел. Равно как его оппонентка в четверке. По данным отделения пропаганды Нижнетагильской госавтоинспекции, цитирую, в результате аварии пострадавших нет. Травм ни водители, ни пассажиры не получили. Конец цитаты. Чего не скажешь о светофоре. Мерин его выдрал с корнем так, что бездушная железяка перегородила целую полосу дороги. Потому в знак солидарности его коллеги на этом перекрестке дружно отключились. И вот наступило сегодня. И в восьмом часу утра на том же самом перекрестке, уже нерегулируемом, приключился, ну не то чтобы фарс, вчера ведь тоже была явно не трагедия, но ДТП, только более лайтовая. Потому как, подъезжая к перекрестку с мертвыми, еще не отремонтированными светофорами, пилоты очень сильно сбавляли скорость. И вот судьба свела два таких крадущихся ТСа. КамАЗ-мусоровоз вкатился в правое переднее крыло значительно более мелкого подорожника. Ну и этот замесик обошелся без жертв и практически даже без особых разрушений.